Ребята, всем салют! Сегодня покажу вам, насколько малолюдно сейчас в Адлере, в эмеретинской низменности, на набережной. Надержи, Родюша, ты хочешь поздороваться? Вот, привет от Родиона. И начнем мы сегодня с вами с конца набережной, который начинается, заканчивается возле границы с Абхазией, с прекрасного вида. Итак, перед просмотром поставьте лайк выпуску, поделитесь с друзьями, конечно, подпишитесь на канал, кто не подписан. Сезон наш называется «Зимуем в Сочи». Погнали смотреть набережную. Итак, ребята, как говорил, начинаем выпуск с прекраснейшего вида на Абхазские горы. Так, смотрите, какая красотища. Шикарно. Этот пляж называется «Бархатные сезоны». Мы здесь неоднократно гуляли, купались, вам показывали. Вот этот забор, и вон там вот, вдалеке следующий забор, это какой-то аппендик, здесь какая-то закрытая территория. А дальше последний пляж называется «Крылья Балтики». Он самый клёвый здесь, он труднодоступный, на нём всегда малолюдно, и на нём приятно купаться, и он по всем фронтам дешевле. Так, Настенька с Тёмкой идут, у нас уже закат. Сегодня море спокойно, но волны сегодня такие интересные, они такие длинные, и там на сурф-кафе чувак решил попробовать взять волну, и у него получилось. Такой был довольный. Ох, этот вид, а! Это, кстати, не снег, это облака. Издалека, либо из-за экрана может показаться, да, что это снежок лежит. Нет, это так потрясающе, лежат облака. Ой, как замечательно у нас. Вот видите обстановку, буквально несколько дней назад светило солнце, здесь было очень-очень много людей, пляжи были забиты, кто-то купался. А, кстати, вчера в Сочи был поставлен аномальный рекорд, там последний раз такое было, по-моему, в 60-каком-то году, но вчера было плюс 20, несмотря на то, что не было солнца, дул очень сильный южный ветер, и было плюс 20. Так, вот такой вот пляж. Чем он нам нравится, это тем, что он широкий, плюс у него нет вот этих высоких бетонных заборов, поэтому ему, конечно же, плюс. Есть вот такая вот дорожка из резины, ну, как всегда, велодорожка, ну и, как вы видите, очень-очень пустой тротуар. Прекрасное небо, закат, шикарно. Сегодня, кстати, у нас где-то плюс 10, да, Настенька? Угу. Да, он сидит. Класс. Сейчас время у нас к пяти уже на момент съемочки. Вот. Класс. Поэтому я думал, что будет больше людей. Дождя сегодня нету, всю ночь лил, но вот сейчас его нету. Я думал, что людей будет гораздо больше, но нет. Видимо, все уже уехали. Я уже рассказывал, что еще нам этот пляж нравится, потому что... Вообще и Меритинг в целом нам нравится, потому что здесь нету вот этих вот страшных волнорезов. Здесь как-то все по-другому, по-современному, по-новому. Ну, конечно, недочета есть, потому что пляж там дальше покажу, он отсыпается каждый год из-за нарушения экологии. Ну, в целом, здесь очень-очень кайфово. Ну, так мы же с тобой на площадку идем. Вот, вы можете видеть. Я устала. Бархатные сезоны. Кто устал, тот идет домой, а кто бегает, тот, значит, не устал. Ооо, этот вид, прям неохота уходить. Любимый уголок, сюда можно прийти и понаслаждаться. Вот есть дайвинг, да, который функционирует в теплое время. Сейчас, конечно, уже нет. Кафешки некоторые, конечно, работают, но уже не так обильно. Если есть второй этаж, то, как вы видите, вторые тоже, конечно, закрыты. Нет смысла. Это у нас охранные будки, которые, конечно, тоже закрыты, тут уже никто не находится. Никому они не нужны, видите, после охраны целлофан. Кто, кстати, соберется приехать, знаете, что вот самокаты, кстати, они не увозятся никуда. Они также стоят, функционируют, их очень-очень много. Белка Кар также здесь по-прежнему функционирует, работает. То есть, ну, закрывается вообще, я так понял, по минимуму. Вот, например, в Крыму там вообще все закрывается. Кафе там, какие-то там столовые прибрежные, вообще все магазинчики, все закрывается. Мы в том году, в девятнадцатом году, получается, попали в сентябре, там уже сезона нету. И поцеловали везде замки и уехали. А здесь все кайфово, все работает. Ну, а вы можете наблюдать прекрасный-прекрасный, красивый закат из Сочи, друзья. Очень-очень красивый цвет, классно. Пока идем, будете смотреть, наслаждаться. Вот так вот, друзья, малолюдно. Буквально, говорю, несколько дней назад мы гуляли в такой толпе, прорывались сквозь толпу. Вот, кстати, вопрос о том, можно ли купаться. Вот, смотрите, вот только что вышел из воды, пока меня Родиончик отвлек с зонтиком. Вот, человек зашел, покупался. Поэтому на вопрос, можно ли приехать покупаться. Да, конечно, можно. Да, вода холодная, градусов, наверное, сейчас двенадцать-тринадцать. Но почему бы нет? Так же, как на улице. Конечно, можно. Конечно, даже нужно. Вот, даже функционируют эти тук-туки. И вот начинается отрезок набережной, который вот с такими бетонными историями. Как лучше, вот так или вот так? Особенно с росточком маленьким. Детворе вообще, конечно, не очень. Вот, видите, палатки функционируют. Ну, что-то закрыто. Так, детвора побежала туда. Артем, что ты делаешь-то? Хулиганы, а? Ну, пройдемся тут. Посмотрим. Да, в общем, видите, вторая линия состоит полностью из еды. Но она не состоит. Видите, в основном, все уже закрыто. Ну, я не знаю, я, конечно, кайфую после того, что здесь было очень много людей. Сейчас здесь так спокойно, так свободно. Вот прям хорошо. Вот они, торговые ряды, вот так вот выглядят. И вот мы попадаем сюда вот на площадь, так называемую. Здесь обычно вот этот фонтан играет, но, наверное, уже его включать не будут. Он тоже подсвечивается. Вот этот фонтан, друзья. Вот, про него я говорю. Вот так вот пальмы убрали. Только, видимо, высаживают их. Вот так вот пальмы убрали. Только, видимо, высаживают их. Ну. Вот. Что значит? Смотрите, летом вот здесь вот, вот это вот, это все парковка. Сейчас ее закрыли. Вы можете видеть, что вон там вот поставили бетонные чаши. И сюда уже никто не заезжает. Причем это сделали с конца уже октября. Все закрыто. Ой, посмотрите, какой закат классный, а? Цвет прям радует. Вот фонтан. Вода есть. Но его уже не включают. А может быть, включат попозже, кстати, как стемнеет. Не факт. Вот совсем-совсем-совсем людей нету. Посмотрите выпуск. Это был прямой эфир. Я выходил в прямой эфир прям с набережной. Мы тоже гуляли с подписчиками, те, кто присоединялся в прямой эфир. Прошли порядка трех километров от Магеллана до Олимпийского парка, до пляжа Розахутер. Погуляли, посмотрели. И можете увидеть, сколько было людей буквально несколько дней назад, а сейчас. Вот и все. Вот это большая парковка самокатов здесь. Различные стоят приложения. Как говорится, на любой вкус и цвет действует также и обычный прокат, где можно взять вот эти всякие машинки, мотоциклы на какое-то определенное время. Собственно, это вот находится на площади. Видите, у нас погода теплая. В горах снега почти нету. А вот эти вот дальние горы, это вот за сегодня столько там насыпало. Там тоже они были лысые. Это вот бархатные сезоны. Все. Комплекс отельный. А я уже хочу. Маш, что хочешь? Что хочешь? Что хочешь? На площадку. А вот мы дошли, пошли побегаете. Мы подошли. Посиди в детской площадке. Которые тоже находятся вот возле площади. Давай. Да, хорошо. Давай. Иди, беги, играй. Здесь, кстати, плюс этого пляжа, то что здесь есть вот вход на пляж для людей с ограниченными возможностями. Таких пляжей здесь, конечно, дефицит. Но Родион пошел все лужи собирать. Так, мы немножко сейчас здесь поиграем. Точнее, Родион поиграет. И дальше с вами отправимся вдоль по набережной смотреть, что творится там. Ну что, друзья, все, продолжаем. Тут пока стояли, столкнулись два самокатчика с детьми. Как раз про то, что я вам тоже неоднократно говорил, что самокаты доступны и для детей здесь. И они носятся, и не понимаю вообще, что такое правила безопасности на этих самокатах. И вот сейчас было такое ДТП. Так, на пляже Бридж установлены вот такие лавочки. Есть даже лавочки с крышки. Кстати, их поставили совсем недавно относительно. Здесь вот был раньше навес. Вот вы можете увидеть бетонные такие квадраты. Вот, видите? Здесь были навесы установлены. Их убрали и поставили для людей вот такие лавочки. Молодцы. Подход дельный. Вот мы продвигаемся дальше, вот в сторону Магеллана. Вон, если видите, зеленая вывеска наверху. Вот мы до туда дойдем с вами, прогуляемся. Ну, а вы посмотрите, как здесь сейчас. Сегодня прекрасная погода, ветра нету. Море относительно спокойное, но имеет такие очень-очень интересные волны. Вот след от песка, тоже можете видеть, здесь стояла детская площадка, но вот летом ее устанавливают. Остался от нее один песок. Из-за заката не могу прям даже камеру оторвать, не говоря уже про глаза. Очень нам нравится, конечно, эта набережная. Прям вот очень. О, видите, фонарики зажглись. Время к вечеру, к затемнению. Что ты говоришь? Делать нечего, дело к вечеру. Ну да. Идем домой. Пойдем гулять. Мы пока гуляем, видишь, показываем, как и что, обстановочку. Ой, смотрите, там все больше и больше потрясающих красок. Кстати, напишите в комментариях, как вам морские закаты. Вот мы когда были в Крыму, мы старались постоянно ходить на закат. Хоть мы прям жили на берегу, но иногда где-то мешали деревья, где-то мешала отдаленность от палаты, где-то мы просто начинали ужинать и не успевали добежать. А там солнце садится, вот как будто бы вообще по щелчку. Вот только оно начинает падать в воду, как хлопс, буквально там 15-20 секунд, все, его уже нету. Люблю я, люблю, люблю, очень люблю закаты. Как вам? Как вам? Делитесь своими эмоциями в комментах, пожалуйста. Так, ну что, мы с вами уже подходим к отрезку набережной, там, где начинается торговый палат. Как раз там и площадка Сурф, и кафе Сурф, наше любимое место, где мы очень часто залипаем с детьми. Сейчас тоже покажем. Так, а пока длится... Да, вижу, вон он на той дальней лавочке. О, у меня указка, можно показать. Так, это Тёма. Тёма, козыроди кусок не слегка. Это вот до сих пор длится пляж Бридж. Давайте зайду, покажу вам немножко. Здесь есть вот такой вот песочек, такая очень-очень-очень мелкая галька. Вот спуск на пляж такой. Ладно, пойдёмте дальше. То Родиончик убежал. Да, Родион там, видите, хулиганит. Выбежал на дорогу, а там едет эта вот машина. Ну и вот начинаются уже непосредственно ресторанчики. Они здесь все функционируют, но, говорю, частично закрыты. Вот он сурф. Вот тут мы обычно, короче, тусуемся. Здесь прям классно, кайфово, хорошо. Спуск на пляж. Пляж широкий, отсыпанный. Отсыпали его, увеличили. Вот кафешки, кафешки. И вот уже солнышко падает в море. Так, ну вот, если вы хотите знать, где классная детская площадка, то вот эта вывеска про рыбу. Она относится к вот этому ресторану. Ну и, соответственно, вот она, кайфовая площадка, на которой песок. Есть также детские, как они, карусельки, каталки. В общем, вот тут вот мы тоже тусуемся. Да, тихо вообще всех сдуло. Здесь обычно, да, правильно Настя подметила, здесь обычно столько людей, все так прям бур-бур-бур-бур-бур, кишит людьми. А сегодня, видите, как вот, ну все, все уехали. Блин, я думаю, наша стоит, я потом вспоминаю. Мы же в другом месте поставили. Потом понял, что это не наша. Вот, ну и сур в кафе. Можно поработать, попить кофе. А дети пока поиграют. Так, вот в этой части набережной, мне кажется, народу чуть-чуть прибавилось. То ли все вышли... Да, если то ли вышли все закат смотреть, то ли что. Прекраснейший закат, прекраснейший. Вот, ну чуть-чуть людей побольше, но, конечно, это уже не то, что было. Так, пойдемте на эту сторону, на закат. Смотрите, какая красотища! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Так, ладненько, мы закат с вами посмотрели Блин, шикарный, я могу оторваться даже Продолжаем с вами хождение по набережной Так, у нас, кстати, открылась новая пиццерия Сейчас зайдем в детворе, возьмем Все, солнышко почти упало уже в морюшко Ну, потрясающий сегодня закат был Напишите в комментах, как вам, шикарный, да, закат нос? Вообще, я не знаю, слов нет Вон сколько людей в той стороне стоит Наблюдает закат А набережной вот так вот, ребята, пусто Ну что, почти дошли Сейчас мы пойдем возьмем пиццу и продолжим Купили пиццу с горем пополам Последние три кусочка Так, ну что, друзья, мы с вами почти завершили прогулку У нас солнышко все спряталось Приятный теплый зимний вечер Не побоюсь этого выражения Играет музычка Вот Магеллан Это, можно так сказать, место встречи Можно просто как ориентир Мы всегда это используем как ориентир Магеллан Олимпийский парк Это такие равные части И граница с Абхазией Ну что, вот я хотел с вами поделиться И показать, сколько сейчас людей в Сочи Именно в Адлере Конкретно в Американской низменности А именно на набережной Вот, собственно, друзья Вот такая вот здесь обстановочка Приезжайте в Сочи отдыхать Дышать морским горным воздухом Здесь очень круто Точно приедете, точно не пожалеете Даже если попадете вот в такую вот пасмурную погоду Как сейчас Здесь кайфово Даже в такую погоду Большой-большой прокат Туда уходит дальше набережная В сторону Олимпийского парка А туда уходит Дорога К улице К Таврической К парковке Мы там Оставляем Обычно машину И уже идем гулять На набережную, друзья И здесь Очень приятный Красивый сквер В кипарисах В пальмах Все подсвечивается Есть игровая площадка Есть зона турничков Просто зона отдыха С лавочками И очень классно украшены Пальмы Светодиодной лендой Гирляндой Вот такая, друзья Обстановка Атмосфера После новогодние Круто В общем Приезжайте Отдыхать, друзья В Сочи Вот такой выпуск У нас с вами Сегодня получился Погулялись Прогуляли Посмотрели Спасибо, кто посмотрел Что нужно Сделать Это Подписаться на канал Сделать Репост Видосика Написать Какой-нибудь Классный Комментарий Это Большая Поддержка Для Нашего Канала И Обязательно Обязательно Подписаться Если не подписаны Потому что У нас уже Вот-вот Будет 4 тысячи Подписчиков А для меня Это Очень Большая Цифра Которой Мы Медленно Но верно Двигаемся И надеюсь Вы будете Вместе С нашим Каналом Всех Обнял Всем пока